Дорогие друзья, прежде чем мы рассмотрим с вами цикл лекций, занятий по русским шашкам, чтобы увлечь вас этой прекрасной народной игрой, хочется сказать, а для чего нужны шашки в жизни каждого человека? Шашки нужны прежде всего для того, что они вырабатывают в человеке усидчивость. У нас сегодня очень много маленьких деток, которые, мы говорим, суперактивные. Так вот эта суперактивность, когда мы направляем в русло русских шашек, очень даже неплохо получается. Поэтому прежде всего это усидчивость. Далее развивает в ребенке память. Логическое мышление, что в конечном итоге дает остроту умственного развития. Мы же все хотим, чтобы наши дети были очень умненькие. Они умненькие у нас будут тогда, когда они будут с детского сада заниматься русскими шашками, как мы делаем в своей школе, в своем детском саду. Все детки с четырех лет у нас охвачены игрой русские шашки. Этот большой урок, он будет состоять из четырех частей. И на всех этапах этого большого урока вы будете принимать самое активное участие. Первая часть урока, которую мы сейчас начинаем, проверка вашей зрительной памяти. Значит, мне будет помогать мальчик Амир. Вот это вторая задачка. Ты ее держишь одной рукой. Вот, да, и расставляешь. Сейчас я уберу, чтобы тебе не мешало. И ты эту позицию расставляешь. Вот я тебе даю беленькие. Я буду держать. Тебе будет так легче. Вот, расставляй. Молодец. Молодец. Подумай. Вот здесь. Молодец. Еще одна беленькая. Где? Посрединке третья клеточка. Да? Вот она. Третья клеточка. Молодец. А теперь две черненьких. Смотрим внимательно. Где они стоят? Правильно. Молодец. И вторая. Давай я помогу тебе. Правильно. Молодец. Умница. Все, Амир, садись у себя расставляй. Значит, ребята, мы с вами расставили вторую нашу позицию или вторую задачку. Расставьте у себя эту задачку. Четыре беленьких, две черненьких. Ребята, мы расставили позицию. Сейчас эту позицию надо решить. Четыре беленьких. Четыре беленьких, две черненьких. Как ее решать? Мы видим, что черненькие пытаются прорваться куда? В дамки. Мы их туда, естественно, не пустим. Поэтому мы говорим, кушайте, пожалуйста. И черненькие кушают. После этого мы говорим, а еще одну скушайте. И черненькие еще одну кушают. А для чего мы это сделали, ребята? А чтобы беленькие прорвались куда? В дамки. Совершенно верно. Беленькие делают ход по большой дороге. Черненькие делают ход. Беленькие ставят дамочку. И блестящая победа беленьких. Ай, молодцы. Ребята, что мы с вами сегодня, сейчас сделали? Мы расставили позицию, где было четыре беленьких и две черненьких. Но одна черненькая очень хотела прорваться в дамки. Мы ее туда не пустили. Да, пожертвовали одну, пожертвовали вторую. И сами, правильно ты говоришь, и сами попали в дамки. В эту позицию беленькие выиграли. Мы с вами определяли главное. Есть ли у каждого из вас зрительная память? Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы вы могли видеть вот эту всю огромную доску. и на этой огромной доске могли определить те позиции, или, скажем проще, те клеточки, которые нужны вам сейчас при решении конкретной задачки. Вот это, прежде всего, для этого нужна зрительная память. Кто быстрее определяет позицию, тот в игре, как правило, быстрее соображает и быстрее решает задачки. Это вам в будущем очень и очень пригодится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!